Окей, дамы и господа, всем привет, всем доброго времени суток, кто где к нам подключается, кто на нашем колхозном зуме, кто на фейсбуке, на ютубе, я не знаю, кто еще где, на чем, но если вы в полном шоке и не доумении от того, куда вы попали, что вы здесь делаете, а главное, зачем вам все это нужно, я вам напомню, что вы попали на еженедельную, хотя у нас был достаточно длинный перерыв, еженедельную лекцию по недельной главе, да, сегодня мы пытались возобновить вновь, так сказать, не только виртуальные, но in-person занятия, но по темным причинам не получилось, дай бог, в следующей неделе не будет, а дай бог, через две недели на Паша Слэхлэха с исходом нашего братца Авраама, мы вернемся в дивиртуальное состояние, но а пока, как обычно мы это делаем, я хочу начать наше занятие с того, чтобы вспомнить всех, в честь которых посвятили урок, сегодня мы посвящаем урок и в память о людях, и за выздоровление, как обычно вы присылали мне имена, я их сейчас в начале урок упомяну, и пусть все слова Тора, которые мы скажем, а пойдут для поднятия души в следующих упомянутых имен, но и, конечно, Вилай Абдул 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 за выздоровление, но об этом следующее. Итак, сегодняшний урок, он посвящен памяти Михаэль Ниссим бен Яфо, Бейла бас Рохел, Хайм бен Михаэл, Абраам бен Зейв, Сурка бас Батья, Батья бас Роза, Касриет бен Бейла, про Хаббас и Шаяу, и пусть их душа потомится еще выше в Ганнеде и станет заступником всем, 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 всем. Ну и лавдил Абдей Абдалотру фуаш лейма на выздоровление. Пусть наши слова пойдут в заслугу выздоровления всех следующих людей. Сара хая бас Мириам, Шейна бас Хая, Семиля бас Хая, Лиор бен Ира, Клара бас Баси, Ара Виталь бас Анджела, Йонатан бен Таньятова, хая Лея Юдис бас Нехама, Хона бас Ида, Элка бас Хона, Хайм Йосиф бен Фейга, Зейв бен Лея, Полина Павла бас Рива Рохел, Александр бен Эмилия, Ида бас Тубар, Хона бас Ида, Элик бас Злата, Цевел бас Хайка, Наум бен Клара, Алекс бен Ривка, Зейв бен Лея, Элька бас Хона, Все, все фуаш леймы закончились. Также хочу добавить, тут мне прислали только что еще Лейлу и Нишмат, Рохел бас Ицхак, Лазарь бен Вольф и Давид бен Ицхак. Ну, чтобы всем было хорошо, мы с вами начинаем. Сегодня у нас за отсутствие Ревгершина старшего по палате будет Дима. Сейчас я выведу на экран текст, которым мы будем заниматься и назначу Диму главным. Сейчас, дайте мне одну секунду, вот наш замечательный текст и где наш еще более замечательный Дима, которого мы назначаем уже прямо сейчас хостом. Он будет всех пускать и никого не выпускать. Итак, поехали. Бэрэйшит. Да, я честно скажу, это стоило больших усилий для того, чтобы действительно начать сделать сегодняшний урок. Потому что, как вы понимаете, после праздника праздники только вчера вечером закончились. Забот очень много. Суку даже не успели разобрать. Но так или иначе Тора продолжается. И знаю, что на следующей неделе меня не будет в Нью-Йорке. Поэтому я изо всех сил предложил усилия, чтобы действительно с вами поучить главу Бэрэйшит, которую, как вы знаете, я уже неоднократно говорил, что очень люблю книгу Бэрэйшит. Ну и все, конечно же, что с ней связано. И когда ты учишь главу Бэрэйшит, есть такое огромное количество моментов, о которых можно поговорить. И каждый раз мы касаемся какой-то одной маленькой детали всей этой захватывающей истории мироздания и первых шагов человечества. Но, может быть, постепенно-постепенно мы таки, да, будем распутывать этот клубок. Но сегодня я хотел бы поговорить о определенной эмоции или состоянии, состоянии грусти. Что такое грусть? Когда она упоминается? Упоминается у нас прямо в начале нашей Святой Торы. Радость еще не упоминается. Радость упоминается гораздо-гораздо позже. А вот грусть уже прямо упоминается. Потому что грусть — это такая вот грустняшка, как и называется наша лекция. Или, как сказал Винсент Ван Гогг, «The sadness will last forever». Это то, что будет существовать вечно. И о вечности этой грусти мы как раз с вами сегодня и поговорим. Но я думаю, что те, которые участвуют в наших лекциях, приходят в синагогу и слушают, когда бородатый дядя, видя меня на правах раввина, вещает за еврейское богословие неоднократно. Я говорил о том, что все принципы иудаизма — это радость. Даже как неоднократно мы с вами обсуждали совершенно несчастье. А именно радость, когда ты находишь радость в любом моменте, когда твое служение связано с радостью, как в «Проклятиях» написано о том, что все эти проклятия, в главе Китаво, в конце книги «Дворим», которую мы недавно закончили, написано, что все эти проклятия пойдут, ты получишь, потому что ты не служил Всевышнему в радости. И тут говорится о том, получается, что Тора начинается как раз с не грусти, а именно, ну да, можно сказать, именно с грустняшки будем ее так называть. Но об этом мы поговорим, конечно же, подробно. Но, конечно же, радость лежит в основе иудаизма. Я уверен, что все знают крылатую фразу Рабинахмана из Бреслова, которая восприводится во втором отрывке. Для тех, кто новичок на наших уроках, все знают, что те занятия идут по тексту, поэтому вы можете следить по тексту, который у вас на экранах, и кто с нами онлайн на Фейсбуке или на Хаббат Датру, кто с нами на Зуме. Известнейшая фраза Рабинахмана из Бреслова, только я всегда предпочитаю не вырываться из контекста, а приводить цитату полностью. Так вот, говорит Рабинахман из Бреслова в своей важнейшей книге «Ликутей Мааран», которая, я хочу, кстати, подчеркнуть, была написана не Рабинахманом из Бреслова, а записана его учеником Рабиноссеном на основе слов Рабинахмана. Говорится в 24-й торе, в 24-й главе, если так можно сказать, «Ликутей Мааран» «Великая заповедь быть постоянно в радости». Давайте, я надеюсь, все знают, что такое заповеди в торе «быть в радости» нет, а это общее выражение, что в основе всего служения Всевышнего находится радость. И нужно прикладывать усилия и удалять от себя грусть и «Марашхура» — это достаточно популярное выражение у Рабинахмана, я даже не знаю на русском, как точно его перевести, такое вот негативное восприятие всего, что все плохо, скажем так, черный ворон, такое черное надеяние, всеми своими усилиями нужно отдаляться от вот этого негативного восприятия и всячески пытаться находиться в радости. Это говорит Рабинахмана не в том, что это главная именно заповедь одна из 613 заповедей, а имеется в виду, что это лежит в основе всех заповедей. И мы знаем, что у нас нет ни одной заповеди. Я хочу подчеркнуть одну вещь, которую наверняка мы неоднократно говорили, что у нас нет никакой заповеди о том, что нужно быть серьезным, сосредоточенным или суровым, чтобы в иудаизме нужно собраться и сосредоточиться, и строго ко всему относиться, тем более к окружающим, максимум к самому себе и то не на людях. Нет! Иудаизм не стремится к тому, чтобы все сгущать краски. Вся идея иудаизма — это, наоборот, легкость, это ощущение радости, ощущение приятности, времяпровождение друг с другом. Да, в заповедях, когда ты прикладываешь какие-то усилия, в первую очередь, по отношению к себе, чтобы как-то там что-то устрожить, в чем-то себя уграничить, да, там написано о том, что настолько, насколько ты устрожаешь, настолько велика твоя заслуга. Но, во-первых, ты можешь это сделать только по отношению к себе, а не кому-то другому. Во-вторых, не на людей. Люди должны, если они смотрят на тебя, думать, как классно быть евреем, тем более сейчас, когда он находится на следующий день, после симхостори, когда все заключалось только что, радоваться и веселиться, а тем более после праздника Суккот, о котором единственный праздник, о котором сказано в Торе, три раза радоваться. Понятно, что очень странно, что на контрасте мы переходим именно к описанию грусти, где сказано, тут я неправильно отрывок поставил, ну, не суть важная, не будем к нему относиться, да, но, где написано в Масехете Сука, странный закон, который действительно является законом в плане еврейского калаха, еврейского законодательства, что заповедь Сука, она настолько важна, чтобы она была в радости, несмотря на то, что есть такие фанатики, которые будут сидеть, сидеть там в лужах и так далее, и радоваться тому, что пошел дочь Суккот, нет! Написано, говорит Рава в Масехете Сука, посмотрите третий отрывок, Ама Рава Митста Эр Патурмина Сука, если тебе неудобно, ты не должен сидеть в суке. Мы говорили с вами о том, что вся идея праздника Суккот, это обнимашки со Всевышним, по-моему, в прошлом году с вами, это обсуждали, кто участвует постоянно в наших занятиях, но мы видим о том, что вообще даже, чтобы никакого расстройства, неудобства не было, настолько важно находиться в радости. И тут перепрыгиваем сразу на пятый отрывок. В нашей же недельной главе говорится о том, именно о состоянии грусти, причем не просто грусти, а грусти, которая определяет все существование человечества. И я надеюсь, что вы понимаете, о чем идет речь. Что после того, как мы накуролесили с грехом древо познания добра и зла, от которого мы не будем сегодня с вами в него углубляться, хотя тут и будут возможности об этом поговорить подробнее, но, пожалуйста, смотрите, предыдущие лекции прошлого года, особенно позапрошлого года, если я не ошибаюсь, были целые две лекции, связанные с этим, где мы разбирались со всей этой истории с грехом золотого тельца, поэтому не хочу ходить в эти философско-мистические дебри, а мы поговорим о результатах. Результаты, как вы знаете, что Всевышний наказывает человечество. И хотя по тексту, в общем-то, более строгие наказания, они идут мужчины, но я думаю, что для всех прекрасно понятно, что гораздо более строгое наказание получает женщина, где на женщине, хотя немножко более утешительно, и да, есть наши комментаторы о том, что говорят о том, что в общем-то это и не было наказание женщины, а все наказания основные получили мужчины, но я не хочу сейчас сдаваться в тонкости разницы между душевинистским подходом или просто нормальным подходом к иудаизму, но посмотрите слова, которые Всевышний говорит, говорит женщине, после греха для познания добра и зла, 5-й отрывок, о женщине он сказал, и здесь наши комментаторы говорят, что это своего рода продолжение проклятия, наказание, которое получают мужчины, что женщина, в общем-то, не должна была получать проклятие, там есть очень интересный момент, что, опять же, книга «Глава Барышит» можно столько сюда приплести, просто в двух словах скажу, просто не могу удержаться, поверьте мне, когда готов этот рог, просто ну меньше, не втискивать сюда все, всевозможную информацию, о которой, как мне говорит жена, но женщина вообще не получила, не получила запрет по поводу греха для его познания добра и зла, этот запрет получает человек до того, как он был отделен на мужчину и женщину, просто посмотрите по стенографии и по тексту, и поэтому, в общем-то, наказание получает мужчина, а женщина просто сбоку припеку тоже получает, но сбоку припеку, это немножко странно сказано за то наказание, которое она получает, потому что я получаю, потому что сказано здесь, что будешь ты, много будет твоей грусти в твоей беременности, и в грусти будешь рожать детей, и будешь все время желать своего мужа, а он будет управлять над тобой. Мы говорили когда-то о второй части этой фразы, я хочу сосредоточиться на первой части этой фразы, которая, если вы посмотрите в английский перевод, переведен совершенно неправильно, посмотрите, как здесь написано. Слово ицвунех, твою грусть, переводится как your sorrow, not your sadness, sorrow от беременности. А когда говорится бецеп, то же самое слово казалось, ну еще, sorrow можно как-то перевести как грусть, но когда говорится бецеп, в грусти будешь рожать детей, то переводится здесь, что в боли ты будешь рожать детей. Нет, я ни в коем случае не говорю о том, что роды это приятная и замечательная вещь. Прекрасно понятно, что это, мягко скажем, большой напряг, тем более до изобретения апидураля и так далее, но давайте следовать букве закона. Здесь Всевышний говорит женщине о том, что она будет грустить. Она будет грустить в беременности, она будет грустить в рождении ребенка. И это и есть та вечная грусть, в которой мы находимся. Это и есть та грусть, которая никогда никуда не уходит. Или как сказал Пауэл Куэлли в своей книжке «Заир». Я привел короткий диалог оттуда. Дети сейчас в возрасте старше, которого начали увлекаться Пауэлли. Нужно жить, как говорится, в ногу со временем, вспоминать все, как когда-то читали. Эстер, ask why people are sad. That's simple, says the old man. They are the prisoners of their personal history. Это и есть грусть. Мы живем в прошлом. Но в данном случае не идет речь о прошлом, о соляном столбе жены Лота. Нет. Это прошлое. Это то-то пригвешение, которое было сделано человечеством на заре нашей истории. И отсюда пошла вся грусть, которая никуда не уходит. Но вопрос, который я хочу в первую очередь задать, в чем идея этой грусти? Почему это называется именно грусть? Посмотрите седьмой отрывок. Раши как раз говорит о том, что он действительно каким-то образом пытается уйти от простого понимания этого слова эцев, грусть, к совершенно другому пониманию, на основу которого и ставится этот буквальный перевод. Посмотрите седьмой отрывок, что говорит Раши. Эцвунех, твоя грусть, за царги дульбанин. Это грусть воспитывания детей. И опять же, посмотрите, английский перевод говорится о боли воспитывания детей, а Тора говорит конкретно о грусти. А беременность имеется в виду все твои страдания, женские страдания по поводу беременности. А это, в грусти будешь рождать своих детей, это страдания, связанные с родами. Еще раз, я ни в коем случае не преуменьшаю, и не могу сказать, что я сам через это проходил, но присутствовал при роде всех своих детей, или как рассказывает старый анекдот о том, что еврейский муж, женщина пришла рожать первого ребенка, как вы знаете, и мы к этому сегодня обязательно вернемся в религиозном и форексальном обществе. Принято, что не узнают пол ребенка, это должно быть сюрпризом только в случае каких-то вопросов болезни и так далее, не дай бог не про кого будет сказано. Так вот, семья приезжает выражать в Израиле, в больнице. У мужа обычно есть там отдельная комната, которая может зайти в комнату жены, он не может на это смотреть. Он вышел, курит одну сигарету за другой, лица на него нет, крупные капли пота, весь вспотел. Наконец-то после 38 сигареты он возвращается, подходит к моему медсестру, акушерка и говорит, я вас поздравляю, я вас поздравляю, у вас дочка. Он говорит, ну слава богу, дочка. Странно, обычно папы хотят первого сына, а вы так радуетесь, что у вас дочка. Почему так? Он говорит, ей хотя бы не придется переживать то, что я пережил во время ее рода. Никто не спорит с тем, что роды – это тяжелый момент. Но давайте оставаться верными буквы закона. Тора впервые в самом начале говорит о таком состоянии, как грусть. И почему-то наши мудрецы в стандартном комментарии пытаются уйти от понятия грусть и переводят это совершенно по-другому, объясняют это совершенно по-другому. Но ведь это грусть, которую Всевышний и послал женщине. Именно грусть, именно от свуд, который послал женщине после греха древа познания добра и зла, это определяет наше существование. Мы все рожденные женщинами. У нас у всех есть, слава богу, живые или в предусловленной памяти мамы. И поэтому та грусть, о которой говорится в самом начале мироздания, она определяет все наше существование. Мы с вами говорили о грусти рождения детей, когда мы говорили о Лее, которая рождает троих своих детей действительно в грусти и в этой депрессии, называет своих детей очень депрессивными именами, что определяет не столь радостную судьбу и Рувена, и Леви, и Шимона, про отцов своих колен, пока они доходят до Иуды. Почему? Потому что грусть — это природное состояние. Почему нужно переводить, что это связано со страданиями? Нет. Давайте попробуем объяснить, что же эта грусть, о которой говорится здесь по поводу женщины, а не говорится о страдании. Кроме того, если это такая грустняшка, заповедь рожать детей была-то и раньше. Заповедь рожать детей была и до того. Заповедь рожать детей нам была дана еще до греха древа познания добра и зла. Скажется, что она должна быть в радости? Понятно. Присутствует такое особое объяснение, что до греха древа познания добра и зла не должны были быть роды настолько тяжелыми и беременность настолько тяжелой, как после этого греха. Но здесь есть один небольшой нюанс, по которому, по идее, и я тоже думаю, что вы знакомы с этим объяснением, до греха познания добра и зла вообще не должно было быть родов, потому что Адам и Хава были бы бессмертными. Как мы с вами неоднократно учили, что если бы они не съели грех познания добра, если бы не случился грех познания плода, познания древа, познания добра и зла очень сложно полностью выговаривать всю эту формулировку, то люди бы жили вечно, нужно было дотянуть только до шабата. Но где у нас приводится заповедь плодиться, размножаться? Как вы понимаете, плодиться, размножаться человек не должен был почкованием, а женщина должна была бы рожать. Как она приводится, эта заповедь, еще в самом начале мироздания, еще вообще до запрета греха познания добра и зла, что делает нам огромную путаницу. Посмотрите, восьмой отрывок, это первый перек книги Барыши, то, с чего начинается Тора, самый конец первого параграфа. Благословил Всевышний и сказал им, мужчине и женщине, не для одному человеку, который был вместе, мужчина и женщина. Не хочу вдаваться сейчас в эту полемику, которую мы неоднократно с вами обсуждали, но ОГВ благословил Всевышний и сказал им, плодите, замножайте, заполняйте эту землю и порабощайте ее, управляйте всеми рыбами, птичками и так далее, которые есть на земле и под ней. Мы когда-то с вами объясняли одному из уроков, что вся идея того, что нужно плодиться и размножаться, это в том, что человек должен действительно управлять всем мирозданием, и тогда, когда остались бы только Адам и Хаба, то им было бы немножко сложно управлять всем мирозданием вокруг, потому что животным тоже было сказано, плодитесь и размножайтесь, поэтому нужны были бы дети для того, чтобы нужно было нарожать детей, чтобы просто разделение производства, ну так сказать, определенная пирамида. Но тут огромная путаница. Если человек бы не должен был умирать после того, как до греха древопознания добра и зла, то тогда зачем нужно было рожать? Они бы жили вечно и постепенно, всю землю бы поисследовали и были бы одновременными и Колумбами, и Магелланами, и Васкадагамами, и Гагаринами одновременно. Зачем тогда было рожать детей? Но тут есть одна загвоздка, надеюсь, что обладали внимание на выделенном шрифтом в восьмом параграфе ивридские слова, и тогда мы к ним сейчас еще вернемся. Но есть еще более серьезный вопрос. Если нам уже была дана заповедь о том, что нужно плодиться, размножаться с самым началом мироздания, причем непонятно, о чем шла речь, если человек еще не был разделен на мужчину и женщину, когда это было? Как они действительно должны были размножаться по очкованию? Зачем еще раз повторяется эта заповедь Ноху? Посмотрите, девятый отрывок, причем не просто повторяется, а повторяется практически теми же самыми словами. Девятый отрывок, это девятый параграф книги Борисшит, уже из следующей главы, сразу после потопа, потоп у нас заканчивается восьмом параграфе, и дальше уже отношение Ноха со Всевышним. Благословим, но Всевышний Нох и его детей и Благословим, но Всевышний Нох и его детей и сказал, благословим, заполняйте землю. Абсолютно те же самые слова, которые были даны, сказанные Адаму Хаве и Хаве еще раньше, еще в Ганейдане, когда мы только были сотворены. Я понимаю, что вы можете сказать, что идет речь о том, что это было до греха древопознания, потом это все было, мы накуролили, испортили все и пришлось сделать потоп. И поэтому после потопа, когда было уничтожено все человечество, нужно было как бы заново дать эти заповеди уже Ноху, так сказать, новому человечеству. Или как, если я не ошибаюсь, покойный Рафханан Парад в благословенной памяти один из лидеров сионистского религиозного сионизма, говорит, что мы три раза начинаем с Барышит. Один раз мы начинаем с Барышит, четыре раза, второй раз мы начинаем с Барышит, когда изгоняют из Ганейдана, третий раз мы начинаем после потопа, четвертый раз мы начинаем с нашего правоца Абрама. то есть постоянно начинаем с Барышит, начинаем с Ганейдана, нужно дать эту заповедь заново. Но это было бы нормальное и приемлемое объяснение. Если бы в той же самой главе Нох, в том же самом параграфе, Тора, которая безумно скупа на слова, а вся книга Барышит описывает огромные тысячи с чем-то лет существования человечества и просто там это ни в коем случае нельзя рассматривать как историческую книгу, потому что опускается бесконечное количество исторических деталей, просто чтобы нас направить к возникновению Абрама и дальше концентрироваться только на одной семье. Бесконечное количество исторических деталей просто опускается. А тут буквально через восемь предложений, уже в седьмом предложении в том же самом параграфе еще раз говорится та же самая фраза — темы теми же самыми словами, и вы плодитесь, умножайтесь и заполняйте всю эту землю, на которой вы живете. Не просто, окей, первый раз хорошо, понятно, это нужно было заново показать ноху, что все равно нужно плодиться, умножаться, несмотря на поток. Но зачем говориться еще раз, получается это в третий раз, говорится одна и та же фраза. И на самом деле, я тут два раза привел Раши, Раши мы с вами уже смотрели, так не хочу, опять же, чтобы наша с вами учеба затянулась на место положенного часа 15 на час 45, поэтому будем двигаться дальше и начнем постепенно распутывать, что мы будем распутывать. Во-первых, почему, что значит эта грусть, о какой грусти идет речь, почему не использовать просто слова о трудностях родов и о всех страданиях, которые связаны, используется именно слово «грусть» по поводу рождения, воспитания детей и беременности. Почему три раза упоминается одна и та же заповедь, заповедь плодиться, размножаться? И почему вообще это называется грустью? Если эта заповедь была дана до того, как был грех плода древа познания, даже до того, как был запрет на плоды древа познания, сразу нам в самом начале было сказано «плодитесь и размножайтесь», почему же тогда это должно быть грустью? И тут вспомните эти выделенные слова, которые в первой заповеди, первый раз, когда упоминается заповедь, плодиться, размножаться. «Милует аарец», заполняйте землю. Надеюсь, что вы обратили внимание на ту деталь, которую мы видим, которую мы видим в несостыковочку в этом предложении. И на эту деталь, на эту несостыковочку уже обратил внимание до вас товарищ Хискуни, величайший комментатор Торы. Именно что? Куда поселил Всевышний Адама, первого человека, мужчину и женщину вместе, поселил их в райский сад? И если бы не грех древа познания, то мы бы так и остались в райском саду? И тогда расскажите мне, пожалуйста, каким образом они должны были заполнять собой всю землю, если они остаются, то Всевышний специально посадил в райском саду, где конкретно говорится Адаму уже во втором параграфе книги Барыши, говорится, что ты должен созидать и охранять этот сад. Это его работа была в саду, причем вся земля. И обращаю внимание на этот комментатор Хискуни, посмотрите, 12-й отрывок. Пру урву, плодите, сравножайте. Есть такие, которые объясняют, говорит Хискуни, что это было после того, как они уже согрешили и были наказаны, то есть выгнаны из Ганейдена, и на них была наложена уже смерть. Адам и Хава стали смертными. Сказано им плодите, сравножайтесь. То есть эти слова плодите, сравножайтесь, говорятся, несмотря на то, что они приводятся в отрывки, где говорится о творении человека. Они были на самом деле сказаны уже после греха древопознания, как мы знаем, правила нету раньше или позже в Торе. Так предпочитают объяснить это Хискуни. Теперь им нужно плодиться, сравножаться, потому что они будут жить вечно, а нужно, чтобы продолжался род, то есть продолжалось человечество, так сказать, в их детях. У них есть заповедь заполнять эту землю. Что значит? Что жили они в этом райском саду до того, как они согрешили. То есть Хискуни здесь приводит двойное, скажем так, двухуровневое объяснение. Первое. Мы обязаны сказать, что это было сказано, слова плодите, сравножайтесь, заполняйте землю, было сказано после греха древопознания, потому что не было никакого смысла плодиться, размножаться до греха древопознания, потому что человек, Адам и Хава жили бы вечно, если бы они еще пройдились, размножались, я не знаю, там через три поколения было просто перенаселение планеты, потому что чем еще заниматься, ни Фейсбука, ни Инстаграма, ни интернета, ни телевизора нету, новости они бы не смотрели, чем бы они занимались, тем бы и занимались, да, поэтому каждый год бы у них рождался по ребенку, и вообще не знаю, как бы у них там тогда работала физиология, и жили, если подумайте вообще, что через там сто лет уже бы из Адам и Хава появилось бы сотни тысяч людей, а через 200 лет миллионы, то есть через 300 лет уже была бы полная перенасыщенность населения планеты, поэтому, говорит Хескуни, мы обязаны сказать, что слова плодиться, размножайтесь были сказаны Адаму и Хаве после греха древопознания, потому что до того это было нелогично, ну и опять же, я сегодня хочу отойти от мистики, в которую мы каждый раз с вами впадаем, когда изучаем главу Барыши, когда то, что первый человек, это были мужчина и женщина вместе, как бы они вообще рожали, если это было одно целое и так далее, они находились в состоянии полностью и постоянно сексуальной близости, да, то есть не было бы у вас физиологической возможности рожать, но и кроме того, он говорит, что несостыковка и географическая, потому что на птице наплодите, заражайтесь, заполняйте землю, а жили они тогда только в саду, в райском саду, там не нужно ничего заполнять, места там не так было много, соответственно, если бы была эта заповедь дана еще до греха древопознания, то было сказано заполняйте этот райский сад, а не заполняйте землю, что там они были поселены. Говорит Хискуни, очень интересное мистическое объяснение, что из-за того, что, и мы к этому, конечно же, еще вернемся, плодиться и размножаться, это моделирование мироздания, поэтому Тора решила необходимым всевышний, сказал Амуше, записать это постановление о том, чтобы плодиться и размножаться там, где было записано все общее мироздание, для того, чтобы было понятно, насколько важно для человека именно плодиться и размножаться, что это и есть моделирование всего мироздания. Спасибо, что вы оставляете вопросы, кстати, кто там на других платформах, тоже можно их оставлять, я с удовольствием после урока к ним обращусь, я сейчас обращаюсь к тем, кто в зуме, сейчас не могу смотреть параллельно с лекцией. Но так или иначе, если мы видим, что эти слова, мы уже начинаем чуть-чуть раскапывать, были сказаны после греха древа познания, для того, чтобы заполнять землю, зачем еще раз они были сказаны Ноху? И если первый раз можно было подумать, что это было до, как мы с вами, если кто-то помнит, по-моему, в прошлом или позапрошлом году, когда учили главу Нох, изучали то, что Нох был уверен, что все, мы возвращаемся обратно в райский сад, и поэтому он посадил виноградник, который виноград по большинству мнений, большому количеству, по большинству, здесь разное мнение, является именно этим плодом древа познания добра, или зла, или древом жизни, неважно, потому что он думал, что теперь они будут бессмертными, но тогда зачем, окей, один раз сказали, у нас здесь рожатся, но через шесть предложений опять говорятся те же самые слова. Комментарий Хескуни объясняет несостыковку в самом предложении в первом параграфе Береши, но он не объясняет, зачем еще раз повторять те же самые слова. Для того, чтобы это понять, нам нужно еще глубже копнуть тему, которую мы с вами опять же обсуждали, можете посмотреть на моем канале Ютуба, объяснение там в двух, по-моему, лекциях заповедей «Плодиться, разоржаться» во всех ее пикантных аспектах. Соль, чуть кофе выпью, не знаю, на поздний час, но в голе уже сохнет после бурных танцев с симхостором. Но давайте подумаем о том, по крайней мере, посмотрим наши первоисточники, освежим их, если так можно сказать, в памяти о том, да, нам нужно заполнять это пространство, заполнять эту землю, как мы объяснили, что в одиночку этот мир ты не утилизируешь, поэтому нужно нарожать детей, которые это будут делать, мы команда, как говорится, вместе, но сколько, до какого количества. И на самом деле, очень интересная статистика, я когда готов, думаю, не буду продаваться подробностей, но очень интересная статистика, которая происходит в мире. В мире в большинстве своем сегодня, в принципе, рождаемость падает, в особенности в Европе. В Европе уже несколько из важнейших лидеров, такие как Макрон или Меркель, предыдущий премьер-министр Британии, если не ошибаюсь, это, как ее, Мариса Мэй, или как я не помню, как ее зовут, это люди, у которых не было детей. То есть вопрос, что у них нету responsabilности, ответственности, об этом все говорят перед следующими поколениями. Большинство правителей Европы, которые входят в первый союз сегодня, не имеют детей, поэтому вопрос, насколько они несут ответственность за этот мир перед следующими поколениями. С другой стороны, в Израиле страна, единственная страна демократическая страна из развитых, продвинутых, так сказать, стран, которая стоит на первом месте и имеет не просто положительный процент прироста населения, а имеет уже больше, чем 4 ребенка на семью. Причем очень интересная статистика в позапрошлом году вышла, сейчас сложно сказать, наверное, после короны она, конечно же, поменялась, у нас тут обрезание за обрезанием в синагоге, но интересная статистика заключается в том, что даже в несоблюдающем еврейском обществе государства Израиль уже среднее количество детей на семью приближается к 4, но с другой стороны, в ортодоксальном обществе оно падает. Уже мало ты, мол, найдешь таких ортодоксальных семей, в которых было там по 15, 16, 17 детей. То есть где-то происходит какое-то балансирование, не знаю, хорошо это и плохо, просто, как говорил Марк Твейн, есть правда, есть ложь, а есть статистика. Но об этом, конечно, говорят нашему лице, сколько нужно что-то плодиться и размножаться. И вот об этом говорит 13-й отрывок, посмотрите. Что человек не должен отказываться от заповедей плодиться и размножаться, сказать, что все, я уже своих нарожал, да, или у меня не будет детей. Нет, обязан. То только в том случае, если уже нарожал детей, родил мальчика, то должно выполнить эту заповедь. Отсюда говорит Бейт Шамай шней с Харим. Должно быть минимум два мальчика, рожденных мальчика, чтобы считал, что ты выполнил заповедь плодиться и размножаться. Бейт Филель, который, как известно, более с легкими мнениями и более толерантный, говорит Захар Венекива. Да, должно быть мальчик и девочка. Почему? Потому что сказано по поводу творения человека Захар Венекива барам, да, сотрудник мужчиной и женщиной. То есть как первый человек, это был мужчина и женщина, которые потом были разделены на две части. Точно так же, как мы только что учили в Хескуне, половые отношения между мужчиной и женщиной – это моделирование мироздания. Соответственно, как и мироздание было мужчина и женщина, точно так же и каждая семья должна в своем доме иметь как минимум мальчика и девочку. То есть Пабейт Шамая – мальчика и мальчика, Пабейт Илелю – мальчика и девочку. Но приводится еще некоторое объяснение. Во-первых, сначала давайте объяснение Шамая, которое дальше приводится уже в Талмуде, где объясняется эта мишна. Посмотрите, 14-й отрывок. Откуда учат Бейт Шамай, что нужно, чтобы было два мальчика, а не как Илель, который говорит мальчик и девочка. Какой смысл в словах Бейт Шамая. Учат от Муше. У нас был Муше, величайший, живший когда-то людей, ближе всех, поднялся ко Всевышнему, выше всех, достигший 50-й ступени святости и так далее. И поэтому, если Муше такое у нас святое, от него нужно учиться. Учим это уже из летописи, из хроники, из книги Деврея Мин, что у Муше было два сына, Гершом и Элиеза. Если Муше на этом остановился, то, значит, получается тогда, что тот, кто имеет, как, допустим, ваш покорный слуга, больше, чем два мальчика, да и больше, чем два ребенка, и как многие, которых вы знаете. Значит, мы типа же святее Папы Римского, святее Муше, значит, нужно больше делать. Но не забывайте, что Муше сам поставил. Это грустная, грустная история, о которой мы неоднократно говорили о том, что Муше Всевышний ему сказал, все возвращаются в шатры, а ты останься здесь. Ваш штилиц попрошу остаться. Это было сказано Муше. Тем самым Муше понимает, что он должен отказаться от семейных отношений, от половых отношений, чтобы все время находиться в чистоте духовной, потому что Всевышний с ним говорил все время тет-а-тет. Это тот плач цепоры, который мы слышим, как она плачется. Не помню, как на русском родственнице это называется, сестра мужа, ну, неважно, сестре Муше Мирьям, о том, что вот все мужья, которые теперь стали пророками, их жены будут несчастными, никакого больше секса. То есть Шбейт-Шамай идет, получается, по минимальному уровню Муше Робейну, два мальчика. Но мы же на этом не останавливаемся. Посмотрите, 15-й отрывок. Говорит Талмуд, да. Говорят, великие мудрецы, два ребенка, все хорошо. Но, дамы и господа, есть другие мнения. Если они приводятся в Талмуде, значит, они верны. Просто говорит Талмуд, что мнение в Мишне не идет по мнению Раби Яшуа. А что говорит Раби Яшуа? Говорит Раби Яшуа такую пространную фразу, что как мужчина должен жениться в молодости, так и должен родиться в старости. Нет такого времени в возрасте мужчины, когда он не должен жениться. Да, почему? Потому что Айюла Баним Бэлдэто, Айюла Баним Бэзикнуто. Будут ли у него дети, тут в дословном переводе, в детстве, пусть будут и в старости. Мужчина не имеет права отказываться от того, чтобы заниматься, выполнять, заплодиться, размножаться, по крайней мере, пытаться и при кризисе среднего возраста покупать себе спортивную машину. Нет, у меня не спортивная машина. У меня еще далеко не средний возраст. И я еще совершенно от этого не отказался. Если кого-то это интересует. Но почему мы говорим, почему мы говорим, что нужно и в детстве, и в реклоном возрасте, а как мы знаем, великих праздников, такие как, если не ошибаюсь, Баба Саля, который там 87 лет еще женился на 17-летней девушке. У него были дети. Это совсем не Муша Рабейну. А учим мы это из мудрейшего из людей, из книги Экклезиаст, царя Соломона, книгу Куэллет, которую мы давище считали с вами в шаббе с праздника Суккот. Бабокер Зара Эдзареха Велевер Альтинат Ядеха. Говорится в Куэллете «Утром сей свои семена и вечером не отказывай, не убирай рук своих от труда». Не поймите неправильно, но идет здесь речь о том, что мужчина все то время, что у него есть возможность делать детей, он должен это делать. Я не знаю, как я хочу сказать более прилично. Это на русском. Но Драбья Шуа приводит очень странное объяснение этому. Почему? Потому что ты не знаешь, какой из этих ребёнок детей, которые ты уже нарожал, какие они вырастут. А может быть, все будут хорошими детьми. Так что из-за того, что вдруг какой-то ребёнок у тебя будет плохо себя вести, ты же его не выканешь, это всё равно твой ребёнок. Поэтому тебе нужно заражать новых детей, что один не получился, перечеркнули, сделали нового. Очень странное объяснение приводит Рабья Шуа. Но, во-первых, здесь нужно подчеркнуть, что не забывайте, не забывайте о том, что заповедь плодится, размножаться. Несмотря на то, что грусть, о которой мы начали говорить и по поводу которой у нас много вопросов, она относится именно к женщине, но заповедь плодится, размножаться, она относится именно к мужчине. А как вы наверняка догадались, мужчина без женщины размножаться не может. Поэтому мужчина обязан постоянно в этой заповеди, а женщине остаётся грусть. Вот это нам и нам нужно сейчас выяснить. О чём это? Что же это за грусть, о которой идёт речь? Но давайте вернёмся к вопросу по поводу Ноха. Что если мы уже с вами объяснили по мнению Хескуни, что слова плодиться, размножаться и заполнять землю, были сказаны Адаму Хаву Хаве сто процентов после греха древа познания добра и зла, те, кто подключаются к нам заново, я не буду возвращаться на всю полемику, то зачем тогда Ноху ещё раз была дана эта заповедь? Окей, первый раз показать, что заповедь остаётся в силе, но зачем через шесть предложений опять повторяется эта заповедь? И объяснение этому находится в предыдущей параграфе Ноха, когда он выходит из Ковчега, когда он, потоп заканчивается, они выходят, и я, кстати, хочу сказать, что на уровне именно вот чувствительной, на уровне характеристики Финдарна-Ароновского про Ноя очень чётко передаёт определённые аспекты этой истории, как они объясняются нашими мудрецами, аспекты истории потопа, но посмотрите, что происходит, я надеюсь, вы сразу обратите внимание на небольшую неточность, которая есть в этом предложении, когда заканчивается потоп, и Ноах выходит из Ковчега, посмотрите, 16-й отрывок, бояйцы Ноах в банавы и что, в наше банавы и то, и вышел Ноах и его сыновья, и его жена, и жены его сыновей вместе с ним, да, если вы помните фильм Даррена-Ароновского, то Ноах решил, что вообще главное-то спасти животных, ни в коем случае нельзя дальше рожать детей, и это подчёркивается именно в нашей Торин, и просто Даррена-Ароновского всё-таки еврейской национальности ещё что-то там кумекает в наших первоисточниках, посмотрите, как записано это предложение, и вышел Ноах, и его сыновья, и его жена, и жены его сыновей вместе с ним, выходит он с сыновьями, всё, заповедь выполнена, три сына, уже всё сделано, даже по Бейджамаю, по устрожающему мнению не про Бейджо, конечно, он говорит, всё, хватит, зачем нам ещё эти дети, посмотрите, и до чего это человечество довело этот мир и самого себя, поэтому жёны идут потом, сначала дети, потом жёны, потом, чтобы показать, что больше плодиться, они не собираются, именно поэтому, ещё раз ему говорится, именно потому, что он решил, что больше ему это делать не нужно, этим заниматься не нужно, кроме того, не забудьте, что они полностью находились в нереальной депрессии, потому что всё человечество было уничтожено, и это не просто человечество было уничтожено, Они всех этих людей знали. Это действительно трагедия. Они выходят, и там уже, конечно, не до плодиться, не до секса, и объясняют на этом тонкость, что сначала выходят Ноох и сыновья, а потом жены. Обращая внимание величайший румынский комментатор XIX века Малбим, посмотрите, 17-й отрывок. Он не хотел заниматься сексом со своей женой, что придет еще один потоп, и на рожае просто зря всех опять уничтожится Уноха, как в тот момент, что он выходит из Ковчега Завета, просто из Ковчега, Ковчег Завета был позже, выходит из Ковчега, у него нет никаких гарантий, чтобы не будет потопа. То же Радуга и все эти договоры – это следующий Парагов. Он выходит, он думает, нафиг мне вся эта история нужна, зачем еще рожать детей, чтобы потом опять они были уничтожены. Я приведу пример, когда для меня это стало понятно. Одна моя знакомая не будет назвать ее имя, потому что она достаточно часто смотрит мои лекции, но мы как-то с ней встретились, даже не буду говорить где, чтобы не подумали, не догадались о чем. И у нее был только один сын от первого брака, она была разведена, и она говорит, я не хочу больше детей, тем более не хочу рожать больше мальчиков в этой стране, где мальчиков мы делаем только для того, чтобы потом убивали в войнах. Это и был подход Ноха. Нох не хотел больше детей, потому что зачем нам эти страдания, если потом опять будет потоп, гарантия, что его не будет, еще Радуги не было. Поэтому он выходит первый, показывает все это, заповедь мы уже выполнили, до свидания, нам она не имеет никакого отношения. Поэтому сразу говорится Ноху, как только он вышел с этого, начинается, вспомните, девятый параграф, следующий параграф, после того, как оканчивается потоп, посмотрите, и благословил первое предложение девятого параграфа, мы только что читали восьмой параграф. Плодите, рожайте и заполняйте эту землю. Тут же сказано Ноху, ничего, ты хотел отделаться от этого дела, да, ты хотел больше, ты тебе покажешь, все, уже трое детей, больше рожать не будем, и говорится, вот тебе ваше благословение, рожайте, рожайте и заполняйте эту землю. Это объясняет, зачем второй раз говорится, опять же, о той заповеди, которая уже была дана, Адаму и Хаву, потому что Нох надеялся, думал, что зачем рожать детей, потому что опять все на Куролесе, все, забыли, будем делать только зоопарк, а мы будем здесь присматривать, ну, как, опять же, можно глубже сказать, мы это с вами обсуждали в предыдущие годы, что Нох думал, что все, он вернулся в райский сад, помните, там, историю с Вороном, с Лилиц, с горой Араратом и так далее, но, как мы знаем, никакой райский сад он не приплыл, и до него было еще как до Киева рачком, и поэтому ему говорится, чувак, работайте, работайте, заполняйте эту землю. Это объясняет, почему в начале девятого параграфа говорится нам, еще раз благословил Всевышний Нох, а недостаточно того, что сказал на Адаму и Хаву, и плодите, сравножайтесь. Но почему через шесть предложений, посмотрите, десятый параграф, опять говорится, вы, плодите, сравножайте, заполняйте землю, это непонятно. И на это обращает внимание другой комментаритор, возвращаемся там, где мы остановились, Рамбан, и обращает на это внимание, комментируя, скажем так, обращает наше внимание дважды на это. Комментирую я еще первый раз, когда говорится, плодите, сравножайтесь, в первом параграфе книги Барышит, «Притворение мира», когда говорится о том, что Всевышний Сатурил человека, и сказал, плодите, сравножайтесь, заполняйте землю. Мы с вами уже объяснили по Хескуни, что эти слова были сказаны после греха древа познания, потому что до того не нужно в плодите, сравножаться, и до греха древа познания жили в Ганейдане, а тут заполняйте всю планету, планета к ним не имела никакого отношения, соответственно, должно было сказано после того. Но Рамбан еще интереснее все это связано. Посмотрите 18-й параграф. 18-й параграф объясняет то предложение еще в самом начальном первом параграфе Барышит, «И благословил их Всевышний за браха мамаш». Это было именно браха, именно благословение. Поэтому до этого все дальше сказано, и Всевышний им сказал, а здесь сказано, и все предыдущие разы сказали, а здесь сказано именно благословил. Что это было, слушайте слова Рамбама, броха Адаму и Хаве, что у них благодаря этому благословению, в момент его благословения появилась функциональность продолжения рода, что они теперь могут рожать. Что это значит? Это не значит, что им нужно рожать. Это не значит, что они теперь обязаны рожать. Но это теперь не обязанность, а благословение. У них сейчас нет в этом обязанности, когда им только притворение. Потом, как объясняет Хискуни, им это необходимо. И на той же самой конве Рамбан, Нахманит, объясняет уже и ситуацию с Нохом, где мы объяснили просто по факту, что Ноху было сказано, как объясняет Малбим, что нужно было плодиться, рамножаться, что он не освобожден на той заповеди, ни в какой Ганаде, ни приплыли на ковчеге. Но второй раз, через шесть предложений, опять говорится Ноху, его сына и обладительство, нажаться. Посмотрите, что говорит Рамбан. Первый раз и Адаму, и Хаве, и Бноху, это было благословение. Они получили благословение, что теперь они могут рожать детей. А сейчас они получают обязанность, а тот, кто этим не занимается, тот, кто не рожает детей, он как будто проливающий кровь, потому что я не приводил себе это предложение, но если вы посмотрите эти первые предложения девятого параграфа, на них основатся все заповеди сыновей Ноха. И предыдущее предложение, седьмом, шестое предложение, в девятом параграфе говорится о том, что нельзя проливать кровь, там будет они умешлены и так далее. Дальше говорится, посмотрите, как сказано. «Вэтэмпру урву, а вы плодиться и рожатьесь. Не уничтожайте, а наоборот созидайте». И здесь нигде не говорится о благословении. Там, где говорится Адаме и Хаве, им дана была функция того, что они могут рожать. Им дали это благословение. Приплыли Ноах со своей семьей. Подумали, вполне может быть, что у жен не было месячных, и они решили, все, уже рожать больше не надо. Это заповедь не существует. Мы возвращаемся обратно в Ганейден, им говорят. Нет, ребятки, я вас благословляю, говорит он Всевышний. Рожать будете. И вот этим благословением, по мнению Рамбана, я и даю вам эту функциональность. Детородство вы можете продавать. Это браха, это благословение. Но благословение – это не обязанность. И тогда говорится им дальше. А теперь вы, а вы, вот им нельзя убивать, нельзя проливать кровь. А вам что нужно делать? Вы, а вы плодите, сомножайте, наполняйте эту землю. Здесь это приводится теперь как заповедь. Там была дана функция. У Ноху при выходе из Ковчега опять была дана эта функция, показать, что он не приплыл в райский сад. И нужно было повторить еще раз, чтобы показать, что это теперь не функция, а это теперь заповедь. И необходимость такая же, как когда была у Адама и Хавы после изгнания из Ганейдена. То же самое у Ноха теперь тоже. И более того, подчеркивает здесь Рамбан, что оно написано сразу после запрета на кровопролитие, показать, что тот, кто этим не занимается, и не использует это благословение, и не плодится, сомножаться, и думает, что все, тебе больше, теперь это больше не нужно делать. Он приравнивается к тому, кто проливает кровь. Что это учится, что приравнивается к кровопролитию, тот, кто не занимается, плодится, сомножаться, как из соседства двух этих предложений. Но по тексту Торы и по отношению к Западе первое написано, как благословение. И так было сказано Всевышним сначала Адаму Хаве, потом Ноху, как благословение, которое дало возможность плодиться, сомножаться. А плодиться, сомножаться, это заповедь, которая там, в разделе сомножаться, есть спор, или это одна из заповедей, сомневающих или нет, но 100% она дана всему человечеству, не только как право, потому что это было благословение, а заповедь плодиться, сомножаться. Я хочу подчеркнуть, что это не относится только к еврейскому народу, еврейский народ, у нас деваться некуда. Нам нужно плодиться, сомножаться, потому что нас тут уничтожили, там уничтожили, там изгнали 10 колен, которые исчезли. Тут Холокост, там Богдан Хмельницкий. Как сказал один мой знакомый Равин, когда эта соседка на личной клетке в Израиле, когда они пытались посчитать, все ли дети вышли из квартиры, она сказала, сколько у вас может детей, вы же посчитать не можете. Говорит, пока не восполним все эти 6 миллионов. У нас нет другого варианта. У нас нет выбора о том, чтобы, да у нас есть благословение, мы можем использовать, нет. Это наша прямая обязанность еврейского народа, должно быть много. И это нас приводит уже и к ответу. Это нам объясняют все повторения, это плодиться и заравнажаться, и Адаму, и Хаве, и Ноху как благословение, и затем как заповедь, как обязанность. Но давайте вернемся и попытаемся объяснить, что имеется в виду грусть. Если это такая важная заповедь, у нас нету цели быть в грусти. Выполнение заповеди – это в кайф, это классно, это выпили, закусили в суке. И если тебе неудобно, ты вышел, танцуем, веселимся. Говорится нам, как я уже приводил в начале урока, что если ты не выполняешь заповеди в радости, то тебе все эти проклятия 98, которые в голове китово приводятся. Робин Акнус Бреслов говорит, что это основа всего выполнения заповедей в радости. Почему же то, что лежит в основе существования человечества, должно быть в грусти? Или, может быть, неправильно мы понимаем, что такое грусть. Может, есть что-то глубже, чем просто говорит Раша, что это просто физические страдания. Эцев, может быть, это грусть, это что-то совершенно другое. Мы, понятно, что можем прийти сразу к выводу, но давайте попробуем действительно посмотреть глубже. Для этого обратимся к Аллахе. Что говорит Рамбам по поводу заповедей плодиться и разумножаться? Обратите внимание, внимательно на его язык. Афальпи, вшекием адам митцва приябра вия. Несмотря на то, как в Гочвиле, в Талмуде, как говорит Раби Ашуа, обратите внимание, что мечна не идет по мнению Раби Ашуа, но говорит Рамбам, несмотря на то, что человек выполнил заповедь плодиться и разумножаться, я все равно остается заповедь наших мудрецов, которая для нас бесконечно важна, чтобы не переставал он плодиться и разумножаться все то время, что у него есть на это силы, именно физиологические силы. Мужчины, обращаю ваше внимание, именно на мужчине лежит обязанность в этой заповеди, не на женщине. У женщины остается только грустняшка, которую нам нужно сейчас выяснить. Что каждый, кто добавляет душу в еврейском народе, как будто бы построил целый мир. Ну, я думаю, что тут аллегории достаточно вот так вот через край о том, почему каждый человек – это целый мир, уход одного человека, разрушение целого мира, но почему-то именно здесь по поводу заповеди плодиться и размножаться, именно здесь Рамбаму нужно привести эту идею, что каждый новый еврей, который приходит в этот мир – это целый мир. И давайте до того, как мы поймем, что такое эцев, поймем, что же такое этот целый мир. Мир – это как война и мир, или как война и мир, который переводят на другие языки war and peace, хотя это не war and peace, а war and world, да, война и мир, или мир – это мир, дружба, жвачка, или мир – это какие-то пересечения всех с веротом и так далее, и так далее. Что же такое мир? Я думаю, что все знают крылатую фразу, крылатую фразу, что мир – это слово сокрытие, но давайте сейчас к этому придем логически. Посмотрите 21-е отрывы, как рыбаевские рыбы, именно на главу нох, кстати, объясняет, на полузапове плодиться и размножаться, объясняет слова Рамбама. Смысл того, что пишет Рамбам о том, что это так важно, что это целый мир, каждая новая еврейская душа, которая приходит в этот мир, это в том, чтобы подчеркнуть, что не по мнению Илеля, по которому идет Аллаха, что минимум – это недостаточно просто мальчик и девочка в семье. Каждый, кто дополняет, увеличивает в этой заповеди. Что это и есть вся сущность и определение этой заповеди. Ведь у нас есть не одна заповедь, которую нужно увеличивать. Чем больше ты ее выполняешь, тем лучше. Пейс, борода, арбамини, поставили больше адасим, чтобы лучше пахло, больше добрых дел. Дздака, субботние свечи, ханукальные свечи. Есть бесконечное количество уровней, которые мы можем повышать в выполнении заповеди. Точно так же говорит Рамбама здесь. В заповеди плодиться, замножаться. Он подчеркивает, что это само определение в заповеди, что выполнять ее не по минимуму, чтобы поставить галочку, а все больше увеличивать в этой заповеди лежит в определении этой заповеди. Биньян олам – строительство мира. И это подчеркивается именно о том, на что мы с вами обратили внимание в начале, что заповедь плодиться на ЗАЦА, она повторяется. Что эта заповедь была повторена дважды ноху его детям. Он сразу представил Всевышний. Вот у меня уже трое детей, я уже все выполнил. Но ему лично сказано, плодитесь, и этим самым подчеркивается, что каждый новый ребенок, который приходит в этот мир, это то, что достроит этот мир. Каждый ребенок – это новый мир, который что-то в этом мире, мир, который в этом мире увеличивает мир. Я понимаю, что на русском звучит немножко странно, но вот здесь как раз и нужно разобраться, что же такое этот мир, или точнее слово «Олам» именно в иудаизме. Есть много каббалистических источников, которые объясняют эту тему. Самый популярный, использующийся, по крайней мере, хасидизм и хаббат – это слова Алта-Ребе. В комментарии на главу «Шлах», где Алта-Ребе там объясняет все сложности сокрытия мироздания на геометрическом уровне, что орбиты, которые мы представляем собой, поэтому и земля круглая и так далее, что это все идея сокрытия, идея сокрытия идет по орбитам, но я опустил все это глубокое объяснение, разница между орбитным светом и светом прямым, округлым, как в конце Алта-Ребе подводит итог и говорит. Из-за того, что весь наш мир строится на огромном количестве орбит, если правильно перевести, вот этих сокрытий, которые создают новые внешние или внутренние орбиты, если кто-то помнит наши неоднократные примеры с матрешкой, наслаивание мира, как бы новое, 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 новое наслоение. Так вот говорит Алта-Ребе, что бесконечное увеличение и снисхождение этих сокрытий создает полное сокрытие, это слово олам, что за ним скрывается божественная сила, а Михая это олам, которая оживляет весь этот мир, что это божественная сила, которая оживляет в этот мир благодаря сокрытию и передается, она и оживляет этот мир. Мы ведь лабеш билавушим рабим через бесконечное количество перемутаций, одежек, сокрытий, уровней и так далее. То есть, когда мы берем в руки матрешку, мы берем только ее внешнее проявление, а то, что стоит за ней, это наслоение этих сокрытий, и оно сокрыто настолько, чтобы мы могли ее взять в руки. Ну, вспомните те примеры с экраном, проекция на определенном расстоянии, что источник света только в преломлении, он дает именно визуализацию, но должно быть действительно определенное расстояние и сокрытие этого света. Как само слово олам, мир, сама идея мира, это и есть сокрытие. То есть, что если мы сейчас слова алта-реба соединимся со словами любавического реба последнего и словами рамбама, что создание каждого нового ребенка, каждого нового ребенка, создание нового сокрытия. Тогда какой же смысл в том, что нам так долдычит, эту заповедь плодиться, равнодушаться, чтобы еще больше и больше скрывать Всевышнего, что если олам, а как говорит рамбам, создание каждого нового ребенка, рождение нового ребенка в этом мире, это создание нового мира, это создание нового и нового сокрытия. Но мне кажется, ответ на то, что это совершенно обратное от сокрытия, и это то, что нам определяет именно эту грусть, но это чуть-чуть позже, дает сам сама Тора. Я для того, чтобы объяснить, на самом деле, мы подойдем до комментариев, на котором строится большая часть сегодняшнего урока, но я просто, чтобы посмотреть, а где еще упоминается слово ЭЦЕФ, грусть, Симха гораздо позже, Радость гораздо позже, но грусть упоминается в Торе очень много раз. И посмотрите, просто несколько, основные примеры, где упоминается грусть. Одна грусть, один этот ЭЦЕФ упоминается прямо в конце первой главы Торы, нашей недельной главе, главы Барыши. Вейнахэ мащэм киаса, это адам баарец, вейт ацефал либо. И расстроился Всевышний, что создал человека, и загрустил до глубины своего сердца. Расстроился, что создал человека, а результат, это потоп. Следующий момент, сейчас мы поднимем всех общий знаменатель. 24 парагог, И следующий момент в книге Барыши, где упоминается грусть, это братья, сыновья Якова, когда они узнали, возвращаются с работы, узнали, что Шхем сделал с их сестрой Диной, что сказано, и когда сыновья Якова вернулись с поля и услышали, расстроились они очень сильно, загрустили, и тацву, то же самое слово, и стало им совсем, они очень разозлились, потому что неприемлемость была сделана, неуподобно, вообще кошмар, что было сделано в Израиле, чтобы кто-то так вот спал с дочерью Якова, никто такого делать не будет, мы знаем, чем это закончилось. Мы видим, что они опять же расстраиваются, грусть, ничего положительного в этом нет. Следующий момент, конечно, есть будет много, но я перепрыгаю к самом конце книги Берешит, братья продали Юсефа, пришли они к Юсефу, они не в курсах, что это Юсеф, и вот этот катарсис, Юсеф открывается братьям и говорит им, они сказали, подойдите ко мне ближе, я ваш брат Юсеф, которого продали в Египет, и тут же он им говорит, он видит их реакцию, они в полном шоке, чтобы не сказать грубее, от того, что увидели Юсефа на месте управляющего Египта, он говорит, не грустите, не грустите, что вы меня продали, потому что Всевышний послал меня ради того, чтобы я вас спас дальше во время голода историю, все знают. Что мы видим во всех трех этих историях? Во всех трех этих историях, точно так же, как и в грусти Хаб, который сказал Всевышний, что будешь грустить в рождении детей, мы видим о том, мы видим трагическую ситуацию, так или иначе. Всевышний видит трагедию о том, что сделало человечество. Сыновья Якова видят трагедию о том, что произошло, произошло с их сестрой. Всевышний видит трагедию, что произошло с человечеством, и мы видим, что происходит дальше. Братья видят трагедию, что произошло с их строй, что происходит дальше, еще больше, не знаю, больше или меньше трагедия, но потом они получают такое благословение Шимона и Леви от Якова, что больше это прохожие как проклятие. Дальше мы видим, что братья с усехом тоже никогда не подружились и ничего мира никакого у них не было. То есть это и есть это сокрытие. Ситуация, которая непонятна. Я прыгаю дальше, но давайте посмотрим, что говорит по этому поводу Рашаж Ирш, основатель, если так можно сказать, ортодоксального иудаизма, то, что стало называться ортодоксальным иудаизмом. Кстати, это объяснение я долго его искал, потому что я его когда-то читал, но потом везде, кто мог найти его онлайн, в сифре, он почему-то был в оригинале на немецком. Оказывается, оно было написано не на иврите, комментарии Равгирша, а были написаны на немецком. Жены моей не было дома, чтобы это перевести, поэтому пришлось копаться, искать, и все-таки нашел его на иврите. Оказывается, иврит это уже перевод. Но раз на иврит это перевод, то я вам переведу на русский, что говорит Равгирш. Ацвунех, комментируя как раз наше предложение, которое мы с вами обсуждаем, грусть. Ацвон энэле царрухани о рэкши, что грусть это не физические страдания, о которых говорит Раши, помните, если это физические страдания, то так и назовите это, болисть, цар, есть много слов. Почему именно Ацвон? Потому что показывают, что это именно духовное и эмоциональное страдание, это эмоциональное состояние. И если мы видим, когда упоминается слово Ацвон, грусть по поводу каких-то какого-то физического состояния, то идет речь о результате физического состояния, который приводит именно к моральному состоянию, которое мы и называем грустью. Ацвон мигзар, мишорыш эцэв. Что слово Ацвон, грусть, происходит от слова эцэв, которое и используется здесь во всех этих предложениях, которые мы цитировали, которое можно комментировать как азав. С буквы Зайн и Цади, это буквы побратимы и часто используются в комментариях к натуре. Эти буквы можно поменять, чтобы увидеть какой-то более глубокий смысл этот трюк. И использует Рабгирш и говорит, что поменяйте букву Цадик на букву Зайн и у вас получится не эцэв, а азав. Азав – это значит потерял, ушел, бросил. В немца ше эцэв перешел, и тогда мы можем совершенно по-другому объяснить это состояние грусти, которое говорится по поводу хавы. Азиват дава нбенегутла рационо, что бросить, расстаться с чем-то не по своему желанию. Перушкфия – именно по принуждению. Хавы омер витур – отказ от чего-то. Адам хаш тхушата эцэв – когда тебе приходится от чего-то отказываться, ты входишь в состояние грусти. Иммуны ла цлава тэра дава шиша эбла сик или ты приходишься тебе отказаться от чего-то, к чему ты стремишься. Оль дава шара ца ла ахзиг бу или какую-то вещь, которую ты имеешь, и тебе приходится от нее отказываться и бросать ее. Как написано в книге Малахим, что он никогда не расстраивал своего отца, пока ему не пришлось уйти от своего отца. Идет о сыне царя Давида. Он не учил своего сына, чтобы тот отказывался. Но самое интересное говорится именно по поводу предложения в конце нашей недельной главе, по поводу того, что Всевышний расстроился до глубины своего сердца. Расстроился в своем сердце. Правило, которое неоднократно приводится, говорится Тора человеческим языком. Всевышний расстроился чем? Что он понял, что ему придется отказаться от человечества, оставить его, что и привело к потопу. Идея эцеп, грусти в иудаизме, так как она упоминается в начале Торы, это когда ты от чего-то должен отказываться. От того, что тебе хочется достичь, и ты от этого отказываешься. Или то, что ты имеешь, и тебе от этого тоже приходится отказываться и бросать. И это то, что Рафшаш Гирш и объясняет по поводу женщины, в чем заключается грусть женщины. И это и есть объяснение, предложение, что женщине он сказал, что ты будешь в грусти. Еще до того, что тебе придется отказаться от того, кто ты есть, для того, чтобы стать просто носителем нового тела, это есть. Беременность. Женщине приходится отказываться от себя самой ради, от каких-то своих чаяний, удобств и так далее. Здесь мы можем поговорить о много параллелей в современном мире, карьера, саморазвитии и так далее. Для чего? Чтобы рожать детей. И сегодня это наиболее актуально, потому что, ну, скажем раньше, да, все служили там одному какому-нибудь там помещику, царю и так далее. И никто не занимался своим личностным ростом, ну, что им оставалось? Рожать просто детей, потом большие семьи. Но сегодня, это наиболее актуально, сегодня, где весь мир вращается вокруг того, что ты растешь, становишься, строишь карьеру, развиваешься и так далее. Почему я должен отказаться от каких-то своих собственных интересов для того, чтобы что-то бегало, мне мешало жить? Давайте нас замечательно. Да, дети мешают тебе жить. Да, мы не можем с моей женой поехать в отпуск, так как ездят мои неженатые друзья. Да, как мне говорили многие некоторые, которые, может быть, даже присутствуют здесь на уроке, которые говорили о том, что вот, а мои друзья тут должен с женой, с ребенком, они поехали туда, поехали сюда, они там делают то, они делают это. Это отказ. Никто, ничто не может сравниться с отказом женщины от своих желаний, чаяний, карьер, мечты, когда она беременеет ребенка, отказывается от себя самой. Она становится носителем для новой жизни. Коль хае ища, и Рашаш Гирш романтическим образом подводит итог. Коль хае ища ми нурео мукдамим гем хае витумы сиротнефаш. Вся жизнь женщины, девушки с раннего возраста, это природа отказа. Природа отказа от чего-то и самопожертвования для чего-то другого. Ну сахо ках и рунех, а еще больше, это сама по себе беременность. А ища мусерет и татсма, это ремет мебсаравы дама. Что женщина отказывается от себя, она дает свою плоть и кровь этому новому плоду. Летовата олель араха гадель барахма. Ради этого плода, который растет в ней. Он питается ей, она отказывается от себя ради этого плода. И более того, а сами роды, это еще больше отказ. Грусть, именно эта грусть, это отказ от чего-то, от своего я. В грусти будешь рожать детей. Но. Но нет у женщины больше радости, чем в рождении ребенка. И я не был женщиной, но я видел свою любимую женщину, которая после тяжелых родов получала ребенка на руки. И именно об этом и говорят наши мудрецы, что женщина должна приносить грехоочистительную жертву, потому что во время родов она клянется никогда больше ни за что. Но как только ребенок появляется у нее в поле зрения, все сразу забывается и пропадает, потому что нету больше радости, чем ребенок. Но эта радость достигается женщиной только благодаря невероятному самопожертвованию, которое несет женщина для того, чтобы родился этот ребенок. Она выполняет ту обязанность, которая есть у мужчины. Это грусть. Это грусть, которая упоминается по поводу женщины. Это не физическая боль. Это это состояние, когда тебе приходится отказываться. Да, есть какой-то результат. Да, есть какая-то мотивация. Но в момент этого состояния, говорит Раф Раф Гирша, о том, что это состояние грусти, состояние отказа и самопожертвования, которое есть у женщины. Но мне кажется, что здесь есть еще, что просвечивается в словах Раф Гирша, есть еще один очень важный урок. Ведь посмотрите все предложения, которые говорятся здесь по поводу грусти. И женщина будет рожать ребенка. И, как сказал Раф Гирша, ты не знаешь, ребенок будет хорошим, плохим. Это загадка. Ребенок – это полная загадка. Всевышний расстроился до глубины сердца, потому что та свобода выбора, которую он дает человеку, для него загадка. Почему человек не выбирает что-то хорошее, выбирает плохого. И Всевышний – это загадка. Это непонимание приводит его к грусти. У сыновья Якова они не знали, что происходит с их сестрой. И это незнание, и когда это незнание становится явным, это приводит их к грусти. Братья Юсефа не знают, что происходит с Юсефом. И когда это становится явным, это приводит их к грусти. А что такое ребенок? Ребенок говорит, что это абсолютно нелогично. Вообще по природе ребенок не должен рождаться. Это благословение, которое дает Всевышний, которое выходит за рамки этого мироздания, где мы становимся партнерами в созидании, как мы с вами читали, как говорит Хескуни, о том, что половые отношения между мужем и женой – это и есть моделирование мироздания, где создается новый мир, что-то сокрытие, что-то сокрытое, как Аулам Милашон Хелем, как говорит Рамбам и объясняет Алтаребе, ребенок – это и есть начало его в этой грусти, грусти неизвестности, но ребенок становится этим новым миром, который для нас, для его родителей он скрыт, мы его не понимаем. Это Хелем, но именно этот ребенок наполняет и заполняет этот мир, и то, что для нас непонятно, для него становится понятно. Для этого нужно сокрытие от нас. Мы не понимаем, зачем приводить детей в эту жизнь, в этот мир, почему нужно исправлять этот мир, как его нужно использовать, это вне рамок нашего сознания. Но само по себе рождение ребенка создает этот новый мир, этот новый уровень матрешки, на котором становится понятно, но понятно становится для детей. Для нас это грусть, потому что для взрослых мы этого не понимаем. Ребенок – это тот, который раскрывает этот новый мир на понятном уровне, понятным для него, понятным для Всевышнего, или, как сказал Сент-Экзупери, «grown-ups never understand anything by themselves, and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them». Взрослые сами по себе ничего не понимают, потому что слишком много у нас грусти. Дети, которые являются новым миром, которые являются новым раскрытием Всевышнего, как объясняет Алта Ребен, новый божественный свет, который доходит до совершенно новых уровней мироздания, когда они заполняют этот мир, они нам объясняют, как вещи работают на самом деле. Именно поэтому это и благословение, это и есть и раскрытие света Всевышнего в этом мире. Так что лыхаем-лыхаем за детей, которые будут заполнять этот мир. На этом мы сегодня остановимся. Всем огромное спасибо, кто был с нами. Сейчас я смогу ответить вам на все вопросы. Спасибо всем, кто был с нами на Facebook, на Хаббат Датру. Если у вас вопросы, пишите комментарии к этому видео, с удовольствием на них отвечу. Всем пока. А те, кто на нашем колхозном зуме, могут задать вопросы сейчас, но вначале отвечу на вопросы, которые прислали под...